949 день войны. Минувший ночью беспилотники атаковали территорию России. Есть прилеты по аэродрому в Ейске, арсеналу Волгоградской области, аэродрому Миллерова. Подробности через несколько минут. В Московской области убит полковник ВСРФ, который занимался подготовкой операторов шахедов. Большая и значимая цель, устраненная Гуром или при его участии. В Курской области остановилось российское контрнаступление, а Z-каналы подтвердили, что заявленные ранее успехи не соответствуют действительности. На Бокровском направлении сохраняется тяжелая для ВСУ ситуация, а в Угледаре идет интенсивная борьба за остатки города. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке. Поддержать ее вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео, особенно ваши подписки. Ну а если вы хотите поддержать канал финансово, ссылка на Patreon к вашим услугам, или вы можете приобрести VPN. Это VPN, который я делаю с командой. Он позволяет обходить любые блокировки, дает доступ к Ютубу без замедлений и так далее. Ссылка на покупку в описании. Без VPN в современном мире, наверное, уже вообще никто не существует. Можно покупать как с зарубежных карт, так и с российских, себе, в подарок, родным и близким, чтобы они смотрели не Соловьева, а Ютуб. Не обязательно меня, но просто что-то, что отличается от государственной пропаганды. Ну а мы с вами переходим к тому, что происходило за минувшие сутки и минувшую неделю. С утра стало известно о массовом налете беспилотников. В Волгоградской области БПЛА атаковал большой арсенал боеприпасов в поселке Котлубань. Военная часть 572-29-51, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации. Вот схема склада. Атаку арсеналов боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны РФ подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины Андрей Коваленко. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним, сообщил Коваленко. СМИ пишут, что арсенал Котлубань использовался для хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе иранского производства. Накануне удара на территорию арсенала якобы прибыл очередной эшелон с иранскими ракетами. Подробности пока неизвестны. Есть карты пожаров с фирм, по которым фиксируется, что да, часть арсенала горит. Однако видеозаписи и фотографии, которые были опубликованы, по крайней мере, часть из них — это фотографии из Дубая пожара 2021 года или что-то такое. Поэтому ждем видеозаписи и фотографии, которые будут геолоцированы и подтверждены. И будем надеяться, что весь этот арсенал выгорит к хренам собачьи. Также попытка удара по аэродрому Миллерова. Ее фиксирует осинт-проект Око-гора. Ночью была попытка атаки БПЛА на аэродром Миллерова. Судя по карте пожаров, горит прилегающая к аэродрому территория. Сообщают они, пострадала ли инфраструктура. Аэродрома неизвестно. Он находится в 170 километрах от линии боевого соприкосновения. Также в Ейске возле военного аэродрома прозвучали взрывы. Предположительно, по области ударили беспилотники. Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о прозвучавших взрывах возле военного городка, где также находится аэродром ВМФ РФ. Там базируется 859-й центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-учебный смешанный авиационный полк ВМФ. Возможные атаки сообщили российские провоенные паблики. Например, утверждается, что несколько БПЛА двигались со стороны Белосарайской косы в направлении Ейска, Приморско-Ахтарска. Заявлено, что в направлении энергетических и стратегически важных объектов Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областей, а также Кубани и Ставрополья движутся несколько БПЛА ВСУ. Писали тогда суммарно от 70 до 150. Есть видеозаписи, на которых видно некие взрывы. В общем, вновь очередная масштабная атака беспилотниками по территории России. О ее результатах, наверное, узнаем в ближайшие дни. Будут как спутниковые снимки, в том числе с этого арсенала, так и фото и видеозаписи очевидцев. К сожалению, Россия проводит большую работу по тому, чтобы, так сказать, приучить людей не публиковать фотографии и видеозаписи прилетов. Часть из этих людей все еще продолжает публиковать такие фото и видеоролики, но, к сожалению, количество объема материалов становится меньше и данных объективного контроля, соответственно, для подтверждения тоже. Тем не менее, вот фиксируем как минимум попытки атак на два аэродрома и на один арсенал. В реальности, я думаю, речь идет о большем количестве объектов. В ближайшее время мы узнаем результаты подробно. Но уже сейчас мы знаем про результат одной из операций главного управления разведки Украины. В Московской области убит полковник ВСРФ, который занимался подготовкой операторов шахедов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ГУР Украины. Как утверждается, в ночь на 27 сентября в Московской области был убит полковник ВСРФ Алексей Коломейцев, руководитель 924 центра беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации. Он занимался подготовкой специалистов по работе с шахедами. Коломейцев якобы был убит местным движением сопротивления в сотрудничестве с ГУРом Министерства обороны Украины. Есть фотографии его якобы убитого, публикуют ГУР. В общем, судя по всему, это операция, которая действительно прошла успешно. Единственное, что не до конца понятно, кто осуществил, как осуществил. И довольно мало информации с российской стороны по этому поводу. Мы помним предыдущую громкую историю, когда бомба была подложена под машину. Но я думаю, что российская сторона руководствуется здесь утечками. То есть, если утекают какие-то данные, которые позволяют утверждать однозначно, что действительно было совершено вот такое убийство, тогда они начинают врубать антикриз и, значит, рассказывать, вот сейчас найдем всех, посадим и так далее. Когда же информация не просачивается и остается на уровне заявления украинской стороны, то я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы максимально скрыть произошедшее. В любом случае, пока информация выглядит убедительно, будем надеяться, что действительно одним российским полковником, который занимается обучением людей уничтожению украинских городов, уничтожению украинских территорий, уничтожению украинских больниц в том числе, что одним таким человеком стало меньше. Но остальным, конечно, пожелаем скорейшего суда, если с ними что-то не случится по пути. Все-таки война. Ну а теперь переходим к линии фронта. Начнем с Курской области. Российское контрнаступление в Курской области, начавшееся на позапрошлой неделе, видимо, полностью остановилось, по крайней мере, на западном фланге украинского плацдарма. Более того, УСУ даже расширили подконтрольную территорию северной части плацдарма в районе Камышевки в последнюю неделю. В СРФ тем временем с переменным успехом восстанавливают мосты через реку Сейм на севере Глушковского района. Между тем, некоторые российские части в регионе вынуждены обращаться к волонтерам даже за бензином. По мнению украинского обозревателя Константина Мышевца, для вытеснения противника к госгранице российскому командованию потребуется перестроить управление собранной группировкой и подтянуть дополнительные резервы. Затканал Рыбарь пишет про актуальную обстановку на вчерашний день. Понятно, что Затканалом веры особо нет, но интересные вещи он отмечает, которые фактически подтверждают отсутствие контроля России над населенными пунктами, которые Россия якобы заняла, из которых якобы выбила ВСУ. Давайте посмотрим, что пишет Рыбарь. В Кореневском районе в засаду попал БПМ Интернешнл Макс Про, противника на восточном въезде в Кремяное на перекрестке. Судя по опубликованным кадрам, по машине отработала группа разведчиков выстрелами сразу с четырех РПГ-7 по обеим бортам. После того едва кто из находящихся внутри автомобиля выжил. Стоит отметить, что ранее данный район считался скорее тыловым, и присутствие здесь подразделений ВСУ не ожидалось. Пока что в условиях отсутствия новых кадров с мест уточнить актуальную линию фронта не представляется возможным. Что это значит? Это значит, что территория, которую как минимум российские Затканалы считали под контролем России, не находится под контролем России, не является российским тылом, и туда заезжают украинские военные, а то и вовсе там присутствуют. В то же время противник сохраняет устойчивый контроль в Ольговке, откуда сегодня опубликовал кадры со своей подбитой БМП-1 и убитыми ударами дрона украинскими военнослужащими, пишет Рыбарь. В Суджанском районе тем временем отмечены бы и столкновения на рубеже Дарина и Ивана Дарина, где российские войска стремятся взять под устойчивый контроль оба населенных пункта. Опять же, здесь отмечаю я на полях, российские Затканалы сообщали о захвате Дарина и Ивана Дарина, более того, об этом сообщал Апси Алудинов, но, как мы видим, в очередной раз соврал. Кто удивлен, поднимите руку, можете сделать это в комментариях. На противоположном фланге идут бои на подступах к Плёхова, значимых изменений нет, пишет Рыбарь. Что касается Курской области, то я жду интенсикации боевых действий там в октябре, которые вот сейчас наступают, потому что Россия, очевидно, хотела бы выбить украинские войска, особенно к ноябрю. То есть количество времени, которое есть у российских войск для того, чтобы выбить украинские войска до зимы, оно стремительно сокращается, потому что дальше будет распуться и будет совсем тяжело, что Россию редко останавливало, но приводило к еще большим российским потерям. В принципе, уже вот почти подкрался октябрь, мы видим интенсивность российских наступательных действий на многих фронтах сохраняется, более того, есть фронты, где Россия, очевидно, их будет увеличивать. Например, здесь, в Курской области, первая попытка России вышла комом, первая контратака, которую они попытались предпринять, не добилась значительных успехов, более того, создала угрозу прихода в тыл украинских войск со стороны Глушковского района. Поэтому я жду обострения в ближайшее будущее, как справедливо заметил один из затканалов, действительно, как будто бы обе армии в Курской области замерли в ожидании следующего хода от противника, для того, чтобы на этом следующем ходу противника и подловить. Поэтому я думаю, что вечно это продолжаться не может, тем более, что Владимир Путин явно торопит российские войска в Курской области, поэтому будут, очевидно, предприняты какие-то попытки штурмов, и, очевидно, это будет сопряжено с большими потерями у российской стороны. Как будет действовать Украина, какой сейчас там план, и какие изменения он претерпел, будет ли возможно отступление за границу, что вряд ли, я не думаю, что мы это увидим. Или будет, наоборот, наращивание усилий для прохода дальше, для захвата Коренева и, может быть, выход к Рыльску. Обо всем этом пока можно только гадать, но единственное, в чем я почти уверен, это то, что интенсификация боевых действий в Курском направлении нас ждет в самое ближайшее время. Куда хуже для ВСУ складывается ситуация в районе Углидара, где российские войска не оставляют попыток взять город в клеще. На левом фланге в СРФ удалось форсировать реку Кашлагач на этой неделе и продвинуться с севернее, установить огневой контроль над основной трассой снабжения Углидара. Российские силы также смогли войти в жилую застройку в восточной части города. Украинские источники соглашаются, что момент для исправления ситуации упущен. Однако 72-я бригада остается в городе и продолжает давать отпор оккупационной армии. Мы видим различные кадры боев, которые происходят там. Украинские солдаты явно не бегут, российские солдаты явно не на пути простой прогулки. То есть по ним прилетает, довольно эффективно уничтожается техника, идет штурм за штурмом с российской стороны. В общем ситуация довольно тяжелая. Представить себе, что Углидар может быть сохранен за ВСУ довольно сложно на данном этапе. Но тем не менее будем надеяться, что чудо свершится благодаря украинским войнам и Углидар останется под контролем Украины. На Покровском направлении в СРФ возобновили наступление в сторону Мирнограда, пройдя последнюю значительную линию обороны ВСУ перед самим городом. На южном фланге направления российские силы зашли с Цукурина к югу от Селидова и начали атаковать последние с юга. Правда, пока безуспешно. В то же время в горняке южнее Селидова убрали российский флаг, который, по слухам, был вывешен кем-то из местных. Во всяком случае, украинские военные по-прежнему полностью контролируют город. На стыке Луганской и Харьковской областей российские войска заняли часть Невского с помощью механизированного штурма, осуществив флаговтык. А севернее продвинулись в районе Песчаново, к реке Оскол. Правда, там наступление на Колесниковку и Кругляковку было остановлено с большими потерями бронетехники для наступающих. Есть кадры уничтожения как танков, так и БМП. Южнее, в районе Часово Ярово, СУ отошли под Андреевкой в направлении канала Северский Донец-Донбасс. В целом, если мы говорим и про Донецкую область в общих чертах и про конкретно Покровское направление, то вчера я выпустил видео по поводу того, как вообще случилось российское наступление на Покровском направлении, что случилось после Авдеевки, в чем были проблемы Очеретинского прорыва и выхода за прогресс, какие есть проблемы со стороны непосредственно ВСУ и как их решают и решают ли вообще. Довольно подробно получилось. Посмотрите, если пропустили, это основано на статье «Украинская правда». И, к сожалению, часть проблем, описанных там еще 10 дней назад, и о которых знали еще 3 месяца назад, и о которых тоже говорили украинские военные, все эти проблемы, не все, но часть из них точно сохраняется, к сожалению. Дипстейт публикует снимки фортификационных сооружений населенного пункта Горняк Донецкой области. Этими фото, пишет Дипстейт, с нами поделились бойцы. Недавно мы отмечали, что россияне начали интенсивно обстреливать город, готовясь к его штурму. И когда он начнется, то врага встретит именно эти инженерно-фортификационные сооружения. Поэтому вся судьба отражения давления противника в первую очередь на плечах пилотов со сбросами и впеведронами. Как отмечают военные, подобную картину можно увидеть почти по всему Покровскому району. Отдельно можно обратить внимание на колючую проволоку «Ягаза» в противотанковом рву, который, скорее всего, предназначен бороться с пехотой, очень часто бегущей в них как дома. Проанализировав спутниковые снимки, можно увидеть попытки построить инженерно-фортификационные сооружения. Даже присутствуют взводно-опорные пункты, но их качество оставляет желать лучшего, и долго на таких позициях оборону не удержишь. А есть и позиции, которым подошли взвешенно, но там просто некому стоять. Еще в мае месяце Верховной Радой была создана войска, занимающаяся вопросами фортификаций. Эта проблема получила огласку с Харьковщины, но давно вышла за пределы других областей, пишет Дипстейт. И действительно на кадрах вы можете увидеть, что колючая проволока, которая должна закрывать окопы от пехоты, она просто даже не развернута. Она просто лежит, и, к сожалению, проблема с фортификациями на Покровском, в частности, направлении, заключается в том, что там есть фортификации. Более того, там много фортификаций. Просто они совершенно не те. То есть они либо не подготовлены, либо построены так, что в некоторых случаях даже мешают обороняющимся, нежели помогают. Ну и, конечно, проблема с личным составом и с его количеством тоже серьезно бьет, потому что у вас могут быть какие угодно окопы, какие угодно фортификационные сооружения. Но если в них некому стоять, то толку от них никакого. То же самое мы видели в Курской области, где, как выяснилось, украинцы наступали на довольно серьезные сооружения фортификационные. Однако эти сооружения были практически пусты. Поэтому ВСУ заняли их без особых проблем. Если мы посмотрим на Торецкое направление, то появилось видео облета Торецка, которое показывает, как работает русский мир и как Россия якобы освобождает Украину. Освобождение России заключается в освобождении земель от городов, от постройок, от жилых домов, от школ, от больниц, от скверов, от всего. Россия уничтожает Торецк, не оставляя там камня на камне. Никогда довольно немаленький город, теперь превращен в руины. И в такие руины Россия превращает города везде. Вы знаете, я вчера наблюдал за рассуждениями затников о том, почему, значит, мы вот в Украине не действуем, как Израиль в Ливане. То есть вот почему мы не можем там, я не знаю, по Киеву бахнуть какой-нибудь бомбой, бункерной бомбой, которая разворотится и убьет Зеленского. И они, значит, постоянно ссылаются на то, что вот мы там, не знаю, не варвары и все такое, и вообще по-рыцарски воюем. Но это чистой воды и откровенный пиздеж. Потому что в начале войны в Украине Россия пыталась бомбардировать Киев. Что такое бомбардировка и чем она отличается от ракетного обстрела? Бомбардировка позволяет сбрасывать гораздо более серьезные объемы взрывчатого вещества, чем они могут быть в ракете. То есть ракета несет очень ограниченный заряд. Да, он может серьезно нанести ущерб, но не такой, как бомба. Ключевая история с уничтожением зданий – это именно бомбардировки. В чем проблема бомбардировки? Для бомбардировки самолет должен подлететь очень близко. То есть он должен пролетать непосредственно над объектом или недалеко от него. Сейчас эта проблема частично решается у МПК. То есть это специальный модуль, который ставится на бомбу, который позволяет этой бомбе лететь чуть дальше. То есть не прямо там вертикально вниз падать, ну такого уже давно нет, но тем не менее. А значит пролетать какое-то расстояние. И вот сейчас там обсуждается известные 60-70 километров, но говорят, что есть и 110. Ну, в общем, в начале войны российские самолеты попробовали полететь, побомбардировать Киев. Единственная проблема, которая у них возникла, заключалась в том, что российская страна написала, что все по Украине уничтожено, все самолеты тоже в первый же день ракетами. И когда российские самолеты туда прилетели маргаровать, их сбили все нахрен. И брелоков из них наделали. У меня есть один такой с подписью. Наделали из останков этих самолетов брелоки. Поэтому Россия не воюет по-рыцарски. Россия не воюет, соблюдая законы и обычаи войны. Россия уничтожает все города, до которых может дотянуться. Торецк, Угледар, да, слушайте, любой практически город, который Россия берет, она берет его через уничтожение. Волчанск, от которого ничего не осталось. Часов Яр, где микрорайон просто стерли. То есть бомбардировки, которые там условно Израиль проводит в Газе, по сравнению с тем, как Россия просто стирает города целиком, вообще небо и земля. Единственное, что Украина успевает эвакуировать собственных жителей. В отличие от террористов из Газа, потому что террористы из Газа жителями мирными прикрываются, как и Россия прикрывается на своих территориях. Сейчас, например, Россия готова бомбить даже не только украинские города, но и российские. Бомбит активно Курскую область, сбрасывая трехтонные бомбы на собственные населенные пункты. В результате российских бомбардировок уже 23 жителя Курской области погибли из-за российских обстрелов. Поэтому Россия воюет не сколь не рыцарски или как-то. У России физически нет возможности наносить удары по, например, банковой или еще чему-нибудь. Они могут ударить ракетами, но ракета, опять же, не имеет разрушительного эффекта. Хотя иногда, к сожалению, успешный прилет ракеты, особенно вместо скопления людей, приводит к чудовищным потерям, как это было в училище для связистов, как вы, наверное, помните. Но это не сравнится с бомбой. То есть Дрезден и все прочее, это как раз результат работы бомб. И вот если мы посмотрим на города, до которых российские бомбы долетают, и до которых долетают без проблем, то мы увидим, что Россия пытается прям бомбами стирать эти города с лица земли. И, к сожалению, иногда это у них получается, что мы видим и на примере Торецка. Кстати, о Волчанске перенесемся к нему. На фоне продолжающегося российского наступления выделяется проведенная ГУРМ-операция по зачистке агрегатного завода в Волчанске, где россияне долгое время пребывали в оперативном окружении. ЗЭТ-источники признали потерю территории завода и воспользовались этим поводом, чтобы поговорить о затрудненной логистике на передовой, которая в условиях засилия украинских дронов осуществляется силами пеших смертников, как они их называют. Собственно, теперь у меня нет ни малейших сомнений, что на агрегатном заводе были захвачены российские военные, и Апостол, как и обещал, выложил интервью с одним из таких. Вот они там вместе с ним смотрят один из моих видосов, точнее, две вырезки из моих видосов. Так что, как видите, у меня все больше и больше зрителей среди российских солдат. Сначала охматовцы, теперь вот те, кто на агрегатном заводе был. Там много чего рассказывают про то, как они ели животных, готовы были съесть друг друга. Действительно, три месяца россияне были в почти полном, ну как, в оперативном окружении в этом заводе. То есть, как там было? Значит, спереди украинские войска, сзади российские войска, но между российскими войсками и агрегатным заводом есть такая полоска, да, довольно широкая, которая контролируется Украиной с точки зрения нанесения ударов. То есть, туда долетают и впивишки, туда долетала артиллерия и так далее. И вот россияне очень много отрицали, что завод окружен, но в итоге признали и признали его потерю, правда, долгое время и до сих пор завод каналы пытаются делать вид, что ВСУ захватывали уже пустой агрегатный завод, но это не так. Есть пленные, вот с одним из таких разговоров вышло апостолы, будет с еще одним, насколько я понимаю. Вот, поэтому да, захват, освобождение агрегатного завода, большая успешная операция ГУРа в Волчанске, и, возможно, приведет к дальнейшим успехам на этом направлении у ВСУ, которые, пользуясь тем, что российские солдаты ослаблены, потому что они перекинули часть своих соединений как раз в Курскую область, пользуясь этим, ВСУ могут вывезть на россиян окончательно из города, но россияне в ответ, соответственно, бомбят, бомбят, стараясь стирать город с лица земли максимально, и Волчанск уже тоже скорее похож на руины, нежели на город. Война дронов тем временем не утихает. Прошедшая неделя отметилась инновациями в войне дронов. ВСУ, как сообщается, стали сбрасывать поблизости от позиции противника заминированные смартфоны. Российские военные научились разминировать украинские магнитные мины с помощью куска металла, подвешенного с БПЛА. Также ВСРФ учится защищать разведывательные дроны от FPV-перехватчиков с помощью средств РЭП и камер заднего вида. Собственно, появлялось соответствующее сообщение на минувшей неделе. Непонятно, насколько это пока масштабная история, и насколько это действительно окажет влияние, потому что вот эта возможность Украины сбивать дроны-разведчики с собственными FPV-перехватчиками, это довольно серьезное преимущество, которое получила Украина, и мы видим, что количество нависающих над различными украинскими городами беспилотников-разведчиков российских стало в разы меньше. По крайней мере, это видно по публикациям в Z-каналах, которые публикуют, соответственно, какие-то данные объективного контроля при поражении тех или иных объектов, а вот теперь не публикуют, потому что разведчиков почти не осталось висеть, по крайней мере, над крупными украинскими городами, как это было раньше. Российские командиры отметились на этой неделе актами беспилотников, как это назвали их подчиненные, в рамках борьбы с нештатным автотранспортом. Один приказал раздавить переданную волонтерами Ниву с помощью моталыги, другой заставил подчиненного поджечь автомобиль за несогласованные поездки на нем, в результате чего, как сообщается, в соседней лесополосе сгорела военная техника. Не просто военная техника, а, насколько я помню, два танка и Урал. Что касается ударов, ну, пока Украина продолжает бить по арсеналам, продолжает бить по нефтеперерабатывающим заводам, продолжает бить по аэродромам, Россия продолжает бить по гражданским учреждениям. Появились кадры с прилетом дрона по пятой больнице в Сумах. Их опубликовала НАЦПолиция Украины. Также появилось видео повторного удара дрона по больнице в Сумах, когда на место прибыли спасатели. В результате российского удара по Сумам погибло 9 человек, еще 12 получили ранения. Чудовищное абсолютно преступление, причем мульти-проступление военное. Удар по больнице сам по себе является военным преступлением, а так называемый дабл-тайп, когда вы ударяете, когда приезжают спасатели, начинают разбирать завалы, тогда вы совершаете еще одно военное преступление. Впрочем, я думаю, что неважно уже для России, сколько военных преступлений она совершила, потому что там в какой-то момент счетчик настолько переходит всевозможные грани, что считать все и перестают. В любом случае, очередной пример чудовищного террора. В самой больнице в момент удара находилось 124 человека, 86 пациентов, из которых 15 с трудом передвигались, а также 38 сотрудников. Также на этой неделе отмечается очень плохая тенденция. Кабы стали регулярно долетать до Запорожья. Местные власти сообщали о гибели и ранениях мирных жителей. Последствия последней атаки публикует глава ОВА. Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью, пишет он, разрушена многоэтажка и частные дома, а под завалами могут находиться люди, пишет Федоров. Действительно, прилеты кабов по Запорожью, по городу Запорожье, очень плохая история, потому что, ну, именно, как я и сказал, бомбы наносят самые большие удары. И то, что они смогли доставать до Запорожья, делает, соответственно, нахождение в Запорожье довольно опасным. Поскольку Россия активно ударяет по гражданской инфраструктуре, это, ну, как бы жизнь жителей Запорожья станет, очевидно, хуже. И в этом смысле довольно важно получение от Запада разрешения нанесения ударов западным оружием вглубь России, потому что нужно уничтожать, конечно, самолеты, которые несут эти авиабомбы. Нужно снижать возможности России по нанесению ударов, потому что буквально каждый такой вылет, каждого бомбардировщика приводит к уничтожению просто большого количества людей и зачастую гражданских. В Харькове 24 сентября в результате попадания как раз авиабомбы обрушились шесть этажей многоэтажного дома. Погибли три человека, пострадали 23. Кроме того, в СРФ поразили переправу и мост в Харьковской области, а также ударили беспилотниками «Ланцет» по украинской РЛС «Дунай» и катеру «Ярославец». О побегивших и раненых мирных жителях сообщали в том числе в Нитропетровской, Харьковской, Донецкой и Сумской областях, за минувшую неделю Никополь в Нитропетровской области обстреливали авиационными тепловыми ловушками, запуская их в пиведроны в качестве зажигательных боеприпасов. То есть Россия максимально продолжает буквально террор украинских территорий, гражданское население попадает под эти удары, под авиабомбы, под зажигательные боеприпасы. Все это бесконечная череда военных преступлений российской стороны. Российский мобилизованный автор телеграм-канала «Убежище 8» рассказывает по случаю второй годовщины мобилизации об огромных потерях, которые мобилизованные несут с осени прошлого года, то есть приблизительно с начала текущего российского наступления. По его данным, в одной из бригад мобилизованную пехоту угробили примерно к декабрю, а в его собственном полку доля мобилизованных с октября 2023 года уменьшилась с 90% до 10%. В ходе визита Владимира Зеленского в США американские власти объявили сразу о нескольких крупных пакетах военной помощи на минувшей неделе. В первой из них, выделенные в рамках ПДА, помимо прочих вооружений, были включены корректированные авиабомбы G-SOU, которые могут применяться многоцелевыми истребителями F-16. На следующий день президент Джо Байден объявил о выделении по программе ПДА военной помощи на сумму сразу 5,5 миллиардов. Как ранее пояснил обозреватель-инсайдер Колби Бедвар, в противном случае эти средства попросту сгорели либо по истечении финансового года, то есть 1 октября. Кроме того, было объявлено о заказе вооружений на сумму 2,4 миллиарда в рамках USAI, в том числе ZUR, BEG, боеприпасов, воздух, земля, BPLI, оборудование для производства дронов и боеприпасов. Также Байден пообещал расширить программу подготовки украинских пилотов F-16 и подтвердил ранее объявленную поставку еще одной батареи за РК «Патриот». Но мы с вами довольно подробно этого касались. Будем надеяться, что поставляться все будет довольно оперативно, а что авиабомы G-SO, которые по факту, ну как ОМПК, только более крутое, потому что ОМПК это как раз некоторые развития DJ-DAM, а G-SO, ну короче, это авиабомы, которые до 110, по-моему, писали километров, могут носить ар. Короче, это сильно пригодится украинским войскам. Главное, чтобы их дали в большом количестве, и тогда это может действительно серьезно оказать влияние. Во Владивостоке тем временем умер главный штурман Тихоокеанского флота. Нет, его не убили, это не спецоперация ГУРа, по крайней мере, пока об этом ничего не известно, он бежал в марафон. Прокуратура Приморья сообщила, что 28 сентября во время марафона мосты Владивостока погиб мужчина от 1983 года рождения, однако ведомство не назвало имя погибшего. Назорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия, и полноте мер приняты к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия, как говорится, в сообщении. Местное издание news.vl написало, что умер капитан второго ранга и главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев. В ходе забега ему стало плохо, и несмотря на помощь медиков, он скончался. При этом все участники забега перед стартом получали допуск по медицинским показателям. Так что вот еще одна небоевая потеря, к которой, я думаю, Украина мало имеет отношения, хотя, может быть, он перенирничал, черт его знает. Еще один, видимо, результат диверсии. Видео момента взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области с камер наблюдения попало в сеть. По данным базы, неизвестное устройство взорвалось около 13.30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель. В результате взрыва были повреждены островки безопасности. На видео видно, как около 13 часов дня на мост заезжает грузовой поезд, после чего пространство заволакивает дымом. Взрыв был такой силой, что в соседнем поселке в автомобиле сработала сигнализация. Также очевидцы сообщают, что мы видели рядом с мостом подозрительную Ниву, которая как раз ехала со стороны моста. Возможно, именно поэтому все Нивы на фронте были уничтожены различными командирами с помощью МТЛБ или с помощью поджога. Но очевидно, что идет, продолжает, точнее, идти партизанская работа. Какие-то люди действуют, видимо, в сопряжении с украинскими спецслужбами, какие-то нет. Мы видим, что есть взрывы поездов, мы видим, что есть убийства высокопоставленных офицеров. Поэтому мне кажется, что работа продолжается и довольно активно. Единственное, что она не получает такой огласки и шумихи, какой заслуживает, на мой взгляд. Тем не менее, довольно эффективно некое подполье внутри России явно существует. В целом, по итогу этой недели ситуация на фронте довольно тяжелая для ВСУ, особенно на Покровском направлении. К сожалению, худшие мои опасения по поводу Углидара совершились, и Россия активно пытается захватить город. Посмотрим, будут ли ВСУ из него выходить, есть ли шанс на контратаки, будут ли введены какие-либо дополнительные бригады в Курскую область, в Углидар, на Покровское направление. Более того, в чем именно заключается план России, сейчас довольно сложно понять, потому что Россия атакует вообще по всем направлениям. Поэтому я глобально придерживаюсь все еще своего представления о том, что это такой ультраблеф последний, когда в бой пускается абсолютно все, лишь бы как можно больше территории захватить до ноября, когда Владимир Путин ожидает победы Трампа, или когда он будет вынужден идти на переговоры, даже если не будет победы Трампа, потому что сточные ресурсы российских частей можно будет компенсировать только мобилизацией. А Путин, как мы видели из множества сообщений на мобилизацию, сильно не готов. В любом случае, это лишь мои домыслы, поэтому на них я настаивать не буду. Сегодня экономической сводки с Владимиром Миловым не будет, она переносится на завтра, но тем не менее второе видео будет все равно. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok